В аптеки Петербурга поступили три препарата для лечения коронавируса. Самый дешевый стоит 11500. Причем рублей, конечно. Представляете, что это в России, где 12 тысяч платят этим. В Москве 12 тысяч безработным платят. А по всей России 3,5. А здесь препарат только 11500. Минздрав отреагировал на новости о побочных действиях против ковидных препаратов. Говорят, что нет никаких побочных действий. То есть, было заявлено, что японцы выявили моторные нарушения от этого фавипиравира. Фавипиравир. Там действующее вещество, которое придумано, кстати, в Японии. Они выявили, что там нарушение моторных функций происходит иногда. Когда читаешь аннотацию, иногда читаешь страшно становится. И диарея, и слабоумие, и что хочешь. Запросто от любого препарата. Ну, вот тут говорят, что от этого фавипиравира железно такое наступает. Ну, при определенном приеме, да. А Минздрав отрицает. Японцы, которые придумали препарат, подтверждают, а Минздрав отрицает. Вот как бы в Америке такой сейчас есть препарат? И как там? Вот я прочитал тебе. У нас называется Remdesivir. То есть, может быть, это какой-то аналог. То есть, они, видишь, все оканчиваются примерно одинаково. Я так понимаю, таких препаратов огромное море. Но, говорю, вот этот конкретный, который в Америке применяется, он безопасный. То есть, его практически льют всем ковидникам, которые начинают декомпенсироваться. Ну, все вот эти виры... А в России просто решили на это деньги сделать. Все эти виры, это же просто название этих противовирусных препаратов. Они все виры. Что они туда плеснули, как Филипп Филиппович. Помнишь, про водку говорил. Хрен не знает, что они туда плеснули. То есть, вот Навального, видишь, никто не травил. На Камчатке экология в норме. Как там дяденька в погонах заявил, что нет, никто не умирал. Никаких крабов, никаких осьминогов, никаких морских животных. Теперь вот нарушений моторных функций от фавипировира нет ни у кого. Вот как верить? После двух первых заявлений, в третье уже не поверишь. Ни при каких обстоятельствах. Тем более, зная, что это путинская Россия. Где Путин рассказывал про 25 миллионов рабочих мест. Про то, что у каждого квартиры будет 100 метров к 2000 году. Про что мы в пять экономик мира войдем. Про то, что он... Пока он президент, не будет никакого повышения пенсионного возраста. И прочее, прочее. И вдруг вот раз и ни хера себе. И вы предлагаете перед этими сволочами дать этим сволочам слово и держать его? Это вот вопрос, там спрашивают. Вы прикольные люди. Состояние 102 самых богатых людей России выросло на 20% с начала года. То есть, с начала эпидемии. А народ стал беднее. 4,6 миллиона россиян получили сокращение заработной платы официально. А сколько потеряли доход неофициально, одному богу только известно. А в Америке как в связи с этим? Кто-то стал богаче, а кто-то стал беднее или как?